Всем доброе утро! Сегодня у нас прохладненько. На улице так хорошо. Хоть подышать свежим воздухом можно. Вчера мы были на даче. Я уже после болезни начинаю потихонечку оживать. Уже мне нравится ходить на дачу, там что-то делать. Много я там делать не могу, хотя и хочется. Все нужно делать потихоньку, без всякой спешки. Вчера я то ды-сюды, то котов кормлю, то траву полю, то яблоки собираю, то стол к обеду собираю. В общем, у меня такие вот дела были. Я обычно, знаете, как белка в колесе начинаю по тому огороду носиться. Вот хоть год-то неудачный у нас, неудачный, да, высокосный, а все равно наш огород нам урожай какой дал кабачков. Посмотрите, у нас много кабачков и и даже перчик есть. Вот правда немножко, но сохранились перчики болгарские. Яблоки, груши. Спасибо нашему замечательному огороду, что все-таки чем-то нас, да, угощает. Я как-то снимала, наверное, видео или не помню. Делаю я кабачковую икру. Этот рецепт с этим рецептом поделилась со мной моя тетя. И нам с Сашей очень понравилось. Я уже его делаю много-много лет. Лет десять, то точно. Тетя Мотя. Тетя Мотя. И вот сегодня хочу поделиться я этим рецептом с вами. Кабачковый год. Кабачки очень полезные. Есть кабачки у всех, у соседей. Я спрашиваю, есть, было вот время, что и год не кабачковый. А этот год замечательный для, именно для кабачков. Ох, какие они у нас красавцы. Это цукини. Я вам сейчас скажу рецепт, как я это буду делать. А потом все постепенно будете смотреть сами. Рецепт очень простой. Ничего тут сложного нет. Единственное, нужны ручки золотые и хорошее настроение. Так, берем это порции. Вы можете, если у вас большая семья или хотите больше сделать, все увеличиваете во столько раз, во сколько вам надо. Так, икра из кабачков. Полтора килограмма кабачков. Уже очищенных. Не целый вот взвешиваем. Мы же его почистим. Семечки удалим. Чистого веса кабачка должно быть полтора килограмма. 50 грамм чеснока. Полстакана растительного масла. Масло я беру нерафинированное. 3 болгарских перца. Ну так как они у меня не очень большие, я взяла вот 4. Можно и 3, желательно покрупнее. Красных, можно зеленых, желтых. Любые, какие у вас есть. 250 грамм томатной пасты. Вчера вот купила пасту томатную. Здесь, наверное, не 250 грамм, больше. Ну, нужно отмерить. Здесь, наверное, полкило. Значит, полбанки. Дальше. Полстакана сахара. Но сахара вот тетя мне посоветовала. Клади, говорит, меньше, потому что она слишком сладкая бывает. А вы смотрите на свой вкус. Положите, например, половину, попробуйте. Если мало, ничего. Телефон звонит, да, городской. Перезвонят. Все, про сахар я вам сказала. Немножко у нас перебили и телефон позвонил. Дальше. За 10 минут до готовности нужно добавить красного молотого перца и чеснока. Чеснок я или нарезаю меленькими кубиками, или на чеснокодавку давлю. В общем, кто как хочет. Добавить красного молотого перца. Это тоже на свой вкус. Потому что есть красный перец паприка сладкий, есть красный перец горький. Вот имеется в виду горький перец красный. Сколько тут не написано. Ну, может быть, пол чайной ложки я положу. А может, чайную ложку без лирка. Посмотрим. По вкусу. Сначала пол чайной ложечки положу. Саша попробует. Как ему? Если маловато, мы еще добавим. Ну, и сейчас я вам буду показывать последовательность, как приготовить кабачковую икру. И еще у меня есть очень вкусное блюдо. Правда, я его ни разу не делала. Подсмотрела в интернете. Это уже будет следующее видео. Запеченные кабачки с орехами. Представляете, какая вкуснятина была? Саша, как ты на это дело смотришь? Никак. Никак. Кабачки и тыквы-тыквы-тыквы. Из всего сказанного тобой мне понравилось только одно. Что? Слово, произнесенное тобой. Какое? Чеснокодавка. А почему не чеснокодушилка? Да. Кто как хочет, так и называют. Это уже дело каждого. Понятно. А как она правильно называется? Я не знаю. Вот ее так зовут все в этом. Кто снимает видео в интернете, я смотрю, все ее так называют. И я так называю. Чеснокодавилка. Чеснокодавилка, скажем так правильно. А то давка, удавка, какое-то слово. Вика, спасибо большое за фарточек. Смотри, как он у меня красивый. Правда, желтый цвет. Беленький такой. Это, наверное, лен такой плотненький. Мне он нравится. Я его всегда одеваю, когда готовлю. В общем, смотрим, что я буду делать. Не уходите. Будет интересно. С чего начнем? Помоем кабачок, почистим, нарежем брусочками и перекрутим на мясорубку. Нарезаем кабачки небольшими брусочками. А из кожицы я делаю маску для лица. Она сочная. Я беру пластиночку и смазываю лицо. И немножко еще ем. Так, пару кубиков. Съедаю пару брусочков в рот. Кладу. В общем, совмещаю полезное с приятным. Кабачки, кстати, очень полезное. Почитайте, кто не знает. Кабачки я нарезала соломкой. Также сейчас почищу перец. Тоже его нарежу соломкой. И будем все перекручивать на мясорубку. Не забываем про семена на следующий год. Жива, здорова буду. Обязательно посажу такие вкусные кабачки. Это цукини. Сейчас я их посушу. Упакую в бумажный пакетик. Подпишу сорт и какого года семеночки. Может с кем-то и поделюсь семенами. Обязательно. Не забываем про морсы. Попить обязательно нужно вкусненько чего-нибудь. Это у меня морсы с черной самородиной. Свежие ягоды заморожены. Сейчас пойду Санька угощу. Так, что еще мы будем делать? О, дел много. Смотрите, какие у нас все-таки красивые яблоки. Ни разу еще не запекала их. Может сегодня запеку с корицей и с сахаром. Грушку нарвали. Но они еще совсем не поспели. Ой, одна груша поломалась верхушка. Столько груш усыпано. Я говорю, Саша, их может надо обрывать или как. Он говорит, да, груш умное дерево. Они сами все скидывают. Груши, яблоки, что лишнее. Ну, говорит, навряд ли. Такая ветка здоровая сверху поломалась. Ну, обрежет. Ну, что делать? Бывает всякое. А ураганы? Может это от ветра, от дождя. Мы же не знаем. Но, скорее всего, от количества груш. Их очень и очень много на одной ветке. На самой верхней. Нижней хоть Саша подпорки там подставил. А верхней как? У меня, говорит, таких высоких подпорок нет. Ну, да ладно. Век живи, век учись. Масло нерафинированное. Мое любимое. Жемчужина поболже. Перчик я уже нарезала. Кабачки. И сейчас будем все перекручивать. А на обед у меня сегодня холодник. Смотрите, какой аппетитный. Еще до обеда целый час. И мне надо успеть все это перекрутить. И обед подать вовремя. Такой у меня закон. Работа на кухне. Работа на кухне. Я в перемешку перекручиваю. Немного кабачков. Немного перца. А можете как хотите. Можно сначала кабачки, потом перчик. Я все вместе сразу. Работаем дальше. Работа у меня на кухне кипит. Моя помощница мне помогает. Это мясорубка. Я ее обожаю. Кабачки с перцем перекрутили. Получилась однородная масса. Пахнет перцем. Вкусно болгарским. И кабачками. Я все буду делать в такой вот кастрюле. Она с двойным дном. Я все в ней варю. Всякие кабачковую икру. Солянки. Все прочее. И компоты делаю. Она мне нравится. Кастрюлька большая. И в ней очень удобно. Ничего не пригорает. Выливаем пол стакана подсолнечного масла. Ароматного. И кладем в кастрюлю кабачковую икру. Уже можно и так назвать. Затем добавим соль. Сахар. И поставим вариться на газ плиту. Добавляем столовую ложку соли. Следом за солью. Кладем сахар. Я уже говорила. Сахара кладите чуть меньше. Попробуйте. Если вам понадобится чуть больше. Значит добавляйте еще. К кабачкам добавим томатной пасты. В банке 500 грамм. Значит половину банки нужно положить в кастрюлю. Девочки я так люблю томатный сок. Если что-то когда готовлю. Я обязательно себе делаю стаканчик томатного сока. Ну где-то вот чайная ложечка на стакан кипяченой воды. И чайную ложечку сметаны. Жалко, что у меня нет в холодильнике сыра вяленой колбаски. Я бы еще сделала себе бутерброд. Ой, у меня даже слюнки текут. Так мне хочется сока томатного. Чайной ложечки мне маловато. Добавлю-ка я еще одну чайную ложечку. Чтобы погуще было. Немножко сольки добавим. И выпьем на здоровье. Томатную пасту с кабачками перемешиваем. Хорошо перемешиваем. Ну какая густая. А я себе в стаканчик добавлю сметанки. И тоже все хорошо перемешиваем. А потом выпиваем. Посмотрите какая вкуснота. Какая красота. Ставим на газ плиту. Не забываем добавить чеснока и красного перца. Как только икра закипит. Сразу убавляйте газ. Потому что она стреляется. И я накрываю крышкой. Сколько варить смотрите сами. Как только кабачок не будет на зубах хрустеть. Значит он готов. Ну может час где-то. Вот как закипит. И час может быть. Но смотрите сами. А может у вас быстрее приготовится. Или чуть больше часа надо. Все. Зависит от газ плиты. И какой огонь вы делаете. Я сейчас вот убавила. На самой медленной. Накрываю крышкой. И пусть готовится. Пока варится наш икра. Мы стерилизуем банки. Всем привет. У нас обед. Привет, привет. И всем привет. Обед, обед. Холодник. Да, Саша? Вкусный. Холодник. Холодник. Замечательный. Еще вот Таня готовила рыбу. Должна быть тоже. Чуденькая. Это скумбрия. Приготовленная на пару. Картошка. Лук. Базилик. Закуску. На закуску я такое блюдо придумала. Помидоры. Можно еще и чесночок. Приятного всем. Аппетита. Мы с Сашей пообедали. Дальше продолжаю заниматься кабачковой икрой. Почистила 50 грамм чеснока. Сейчас пропущу его через пресс. Это наверное пресс называется. И добавлю пол чайной ложки красного перца чили. Сашу не буду звать. Если я пол чайной, то он набабахает две. Сейчас сама все сделаю. Потом дам ему попробовать. Он любит поострее. Лучше я ему потом буду добавлять этот перец. Ух ты! Как вкусно у меня пахнет на кухне. Вы представляете. И яблоками. И грушами. Чего только у меня тут нет. И перец, и чеснок. Как в ресторане запах. Даже может еще и вкуснее. Это перчик, чили. Это чеснок. Все отправляем в кастрюлю, где у нас тушится кабачковая икра. Так у нас выглядит икра в кастрюле. Чеснок с перцем я хорошо сейчас перемешаю. Ох, запотела камера. Хорошо перемешиваем. Даем снова закипеть. И смотрим на часы. Ровно через 10 минут икру можно выключать. Варила я ее где-то час. Час с небольшим хвостиком. Может быть час десять. Спасибо моей кулинарной книжке, где записано очень много разных вкусных рецептов. Кабачковую икру я делала по разным рецептам, но остановилась именно на этом. Потому что без уксуса. Сейчас мы попьем чай. Я себе делаю чай с молоком. А Саша просто. Он молоко не очень. И съедим по пару шкаладочек. Не забываем пить вкусные напитки. С живыми ягодами. Чай тоже очень полезен. И с молоком и без молока. Сейчас доварится у меня кабачковая икра. Буду ее раскладывать по банкам. Закатаю. И все. Еще одна вкусная заготовка на зиму у меня есть. Икра уже готова. Сейчас я ее буду раскладывать в стерилизованные банки. Пол литровую. У меня есть такая воронка. Мне она так нравится. Кстати, очень удобно. Одеваем на банку. И вот в эту воронку будем класть икру. Ничего никуда не брызнет, не вытечет. Все будет чистенько и аккуратненько. А потом будем закатывать металлической крышкой. Переворачивать банку. И немножко можно накрыть полотенцем. И пусть стоит до тех пор, пока она остынет. А потом уберем на хранение. Наполняем банку икрой до горлышка. И закатываем металлической крышкой. Все готово. Закрыли баночки. Пусть остывает. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Закатывая музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok